Здравствуйте, уважаемые участники вебинара онлайн-платформы онлайн-университет. Я рада приветствовать вас на очередном вебинаре онлайн-университета, который организуется лабораторией онлайн-обучения. Позвольте демонстрировать экран для презентации. А вы видите мой экран, да? Да, появился экран. Сегодняшняя тема нашего вебинара — это поддержание связи и поддержание тревожности во время закрытия учебных заведений, это школы, колледжи и вузов. Сегодня мы с вами будем разговаривать на тему, как во время пандемии, которая сильно влияет на повседневную жизнь, уровень тревожности у детей и у подростков, как вы знаете, очень высоко. А вероятность последующей травмы еще выше. Сегодня мы будем обсуждать, как учителя могут сыграть роль в том, чтобы помочь ученикам тревожными или травматическими историями чувствовать себя в безопасности даже на расстоянии онлайн. Как уменьшить беспокойство у учащихся даже при дистанционном и онлайн обучении и уделять приоритетное внимание психологию обучающихся. Как сделать так, чтобы они чувствовали себя в безопасности. Сегодня я вам презентую некоторые советы экспертов, также обучающих психологов о том, как во всем мире справляются с... у нас уже начался карантин, все школы, вузы, колледжи, институты, все закрыли. Не только учебные заведения, но и дошкольное образование, да, садики закрылись. И с тех пор уже проходит 5-6 месяцев, 5 месяцев прошло, да. И вот за это время у учеников начали появляться разные чувства тревожности. И они стали менее безопасно себя чувствовать. И вот это чувство неопределенности, оно не только у студентов обучающихся, но и у учителей, у руководителей учебных заведений, у всех граждан. Потому что вот последние события, да, в июле, особенно конец июня и июль, это пик пандемии. Очень много смертности, очень много трагических событий в связи с COVID-19. И у всех появились чувства тревожности. Чувства тревожности, что они потеряют, могут потерять близких, могут сами заболеть, да. И ученики тоже, молодежь тоже начинает уже тревожиться, что осенью школы и вузы не откроются, все это продолжится. Вот это чувство неопределенности и тревоги, это очень как бы чревато с последующими, какими-то травматическими последствиями, да, психологические травмы. Поэтому во время кризиса и перемен, когда ученики отделены от своих школьных взрослых, то есть от учителей, крайне важно помочь им продолжать чувствовать себя в безопасности, заботиться о них и поддерживать связь. Прочные отношения с учителями могут оградить тревожных учеников от эскалации таких чувств, да, от усиления тревоги. Предоставление видеозаписи, на которой вы, как учитель, объясняете концепцию, задаете сложный вопрос или читаете вслух, это потрясающий способ помочь студентам почувствовать связь с вами, с учителем и с классом, с одногруппниками, с одноклассниками, да. В любом видео приветствие студентов и недвусмысленное сообщение о том, сообщение им, что вы скучаете по ним и не можете дождаться, чтобы увидеть их снова. Это мощный способ помочь им почувствовать заботу, вашу заботу как учителя. По возможности старайтесь установить контакт с каждым студентом индивидуально, с каждым учеником. Один поддерживающий взрослый может помочь ученику преодолеть очень трудную домашнюю ситуацию и защитить его от возникающей тревоги. Это результаты исследования Брукс 2003 год. Во время пандемии все закрылись, но происходит очень трудная статистика. Также, в возможности старайтесь установить контакт с каждым, и в связи с учеником, можно сказать, что кругом для уязвимого университета. Для студентов, учеников, у которых нет доступа в интернет, попробуйте использовать систему обмена сообщениями на основе сотового телефона. Это может быть WhatsApp, это может быть Telegram или же просто SMS. Другие стратегии установления этих индивидуальных связей включают в себя ниже следующие. Как можно поддержать связи со студентами? Отправляйте индивидуальные сообщения. Вместо того, чтобы отправлять студентам групповое электронное письмо, скопируйте и вставьте содержимое, и отправьте его индивидуально каждому студенту, используя его имя в открывшемся окне. При индивидуальном общении со студентом или с учеником через Google Classroom, электронную почту, часто использовать имя ученика в переписке. Это заставит их чувствовать себя особенными. Второе – это звонить по телефону. Приём звонка на дом может поднять настроение не только ученику, но и родителям, а также даёт осязаемое доказательство того, что вы заботитесь, что вы думаете о нём или о ней. Создание учётной записи Google Voice позволит родителям и учащимся оставлять вам голосовые сообщения. Вы также можете отправлять и получать текстовые сообщения семьёй на их родном языке. Если у вас русскоязычный вуз или русскоязычная школа, можете на кыргызском тоже оставлять сообщения, используя это приложение. То есть очень много приложений, кроме Google Voice, вы можете использовать WhatsApp. Следующий – отправьте краткое письмо каждому из ваших студентов и приложите к нему конверт с печатью, чтобы они могли ответить. Это хороший способ начать диалог. Запись личной записки студенту, который отвечает, может означать для этого студента целый мир. Если он чувствует... ...сделать то же самое по электронной почте. Но отправка писем по почте может обеспечить равенство для студентов, которые могут не иметь постоянного доступа к компьютеру. Письмо – это также что-то конкретное, что студент может сохранить и ссылаться на него, когда чувствует стресс. То есть у нас в аилах, в горных регионах, в регионах нет у многих студентов, учащихся лэптопы, компьютеры или же интернет-соединения. Поэтому этот способ отправки письма очень важный. Следующий способ поддержания связи – это используйте папку в Google Classroom или другую файлообменную программу для студентов, чтобы поделиться искусством и другими работами. Это позволяет вам обеспечить личную положительную обратную связь, фидбэк, что очень важно для студентов, которые не получают подтверждения от своих опекунов дома. Держите офисные часы – это способ очень эффективный, в течение которых студенты и опекуны, родители, могут зарегистрироваться в приложении для конференц-связи или телефонного звонка. Чтобы попросить о помощи или подключиться, для более старших учеников вы можете запланировать небольшие групповые встречи – Zoom, через Zoom, через Skype, через Google Hangouts, через Google Meet или Jitsi – для студентов, которым нужна помощь с контентом, создавая одну возможность обеспечения индивидуального внимания. А ваше индивидуальное внимание каждому ученику и студенту – это важно. Следующий способ – это создание процедуры. Последовательность помогает студентам чувствовать безопасность и спокойствие. Наличие чего-то вроде записанного видео утреннего приветствия или сеанса помощи масштабирования в одно и то же время каждый день придает структуру дню и помогает, когда вещи кажутся непредсказуемыми. Поэтому можете утреннее приветственное видеообращение отправить каждый день и спросить, как они себя чувствуют. Короткое там видео. Установите ежедневную регистрацию. Показайте студентов, учеников, показать вам, как они себя чувствуют. Для молодых учеников это может означать отправку смайлика во время утренней встречи, возможность поделиться им публично или только с вами. Или в любом возрасте студенты могут сигнализировать большим пальцем вверх, да, вот так, или большим пальцем вниз перед уроком дистанционного обучения или онлайн обучения. Учащиеся старших классов начальной и средней школы могут использовать форму Google для регистрации. Если студент указывает на проблемы при регистрации, проследите за этим по электронной почте в режиме видеоконференции один на один или по телефону. Следующий способ это использовать сообщество. Дайте каждому члену школьного сообщества, который будет в дистанционном обучении, медсестрам или консультантам или психологам, список семей, которым нужно занять. Было бы полезно дать каждому звонящему справочный лист о том, как реагировать на беспокойство у детей. Это очень важно, еженедельные звонки. Следующее это реагирование на беспокойство, страх или панику. Как надо реагировать, да? Поскольку мы держим линии связи и связи, все наши связи открытыми, как учителя, преподаватели должны быть готовы отвечать на трудные стрессовых и травмированных ситуациях. С трудными и травматическими историями, склонны мысли и негативы, страшны мысли и увечены. Вот несколько советов для наиболее полезного вета. Первое. Прежде чем делать какие-либо опрыжения, подумать, похоже, боитесь или мне жаль, что вы так думаете, скажите студенту, что это нормально чувствовать беспокойство, когда рутина изменилась, особенно во время пандемии. Второе. Сохраняйте спокойствие. Иногда важно не то, что вы говорите, а то, как вы это говорите. Когда вы успокаиваете студентов или учеников, пусть интонация и громкость вашего голоса по телефону или видео имитируют то, как вы читали бы рассказ подростку. Студенты наблюдают за нами. Если мы покажемся обеспокоенными, это может подтвердить их худшие опасения. Следующий способ. Будьте правдивыми. Расплывчатость или сведения к минимуму фактов может быть тревожным для маленьких детей и отправить старших детей искать в интернете больше информации. Они могут, если у них есть какие-то вопросы, искать ответы на них в интернете. И там могут они прочитать разную информацию, и негативную, и позитивную, и разную информацию. Поэтому эти дети, когда ищут информацию в интернете, это иногда создает очень большую тревогу. Мы хотим убедиться, что они не переоценивают опасность или недооценивают свою способность защитить себя или необходимость делать это. Расскажите им основные факты, в том числе о том, что молодые люди обычно не болеют вирусом COVID-19, и что мыть и социальное дистанцирование – это лучшие способы действий. Будьте оптимистичны, но не переусердствуйте, когда вас спрашивают о закрытии школы. «Я не могу дождаться, когда мы снова будем вместе, будет более честным, чем «я скоро увижу тебя». Поэтому, когда вы участвуете, нужно всегда подбирать слова и думать, какие вы их хотите. Следующий способ реагирования на беспокойство, страх или панику – это переформулировка негативных комментариев. Студент или ученик. Чрезмерно негативный комментарий. Например, «Мы были в доме всегда» или «Мы никогда больше не увидим мою бабушку» или «дедушку», да, или кого-то. Точным и более позитивным рефреймингом. «Вы были в доме в течение пяти месяцев, но это так хорошо, что вы все здоровы и вместе». Можно так отвечать, да? Или «Это так важно, что вы заботитесь о своей бабушке, дедушке или о родственниках, оставаясь вдали от неё». Это замечательно, что она здорова, и вы можете общаться через WhatsApp или через Skype, да, дополнительные идеи по рефреймингу смотрите в статье «Сдвиг менталитета во время пандемии адвоката по психическому здоровью Сумай Рейзетт». А дополнительные сведения о рефрейминге негативных мышлений с негативным мышлением в классе. Это новые свежие статьи, которые были опубликованы недавно. Следующий способ – напомните студентам искать помощников. Когда в новостях появляется пугающая информация, дети должны искать помощников. Этот позитивный фокус помогает сдерживать негативное мышление. Замечательное предложение, которое можно дать студентам после того, как они сообщат неприятную новость, это попросить их упомянутых помощников, сосредоточить их помощь, что часто намного превосходит плохое. Молодых студентов можно попросить перечислить пять помощников, поддерживающих людей в это время. Подростки могут написать письмо или помощники, поочарайте студентов, получать доступ к позитивным новостям. А то все сейчас сидят в социальных сетях, Инстаграм, ТикТоп, Твиттер, Фейсбук, и там читают очень негативные новости о ситуации, о смертей, статистике смертей от COVID-19. И это очень негативно влияет на их психику. То есть это у них, особенно у детей, порождает чувство беспокойства, страх или панику. Поэтому ограничивайте их время в социальных сетях, читая негативную новость, обсуждайте это вместе с ними. Один из самых страшных аспектов пандемии заключается в том, что она выходит из-под нашего контроля. Мы ничего не можем делать. Столько людей умирают, столько заражаются, и мы ничего не можем делать с этим, потому что вакцины, еще не придумали вакцину, еще нет протокола лечения, протокол меняют каждую неделю. Поэтому мы не можем контролировать ситуацию. Как правило, люди имеют базовое убеждение, что плохие вещи, например, автокатастрофы, вряд ли произойдут с ними, что осуществляет нас от постоянного состояния тревоги. Когда кризис затрагивает всех нас, мы чувствуем, что теперь, возможно, любое плохое и переживаем катастрофическое мышление. Все, кого я люблю, все, кого я люблю, могут умереть. Такая мысль может возникать у всех. Потеря любимых и близких. Особенно для творческих студентов и у студентов с практическими источниками, что ограничено, когда мы облигаем эту следующую тревогу, для больших возможностей. Помните, помните, рук правильно петра других жертв и другое. Ира не слышна. 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 А сейчас чёрный экран, да, вы видите? Вас видим. Ира. Сейчас тогда ещё раз демонстрацию экрана. А теперь видно? Сейчас загружается. А всё видно. А всё видно. Студентам. Напомните о том, напомните о том, что они могут контролируем. дневник о своём дневник о своём дневник о своём опыте этого беспрецедентного времени. То есть у них очень много времени, да, то есть у них очень много времени, да, то есть у них был дневник, вести дневник о своём опыте. То есть в виде дневник о своём опыте, который может даже когда-нибудь стать основным источником для исторических исследований или социологических антропологических исследований. Поощряйте помощь другим. Исследования показывают, что сосредоточенность на помощи другим расширяет наши возможности и может помочь всем нам чувствовать себя лучше во время кризиса. Да, поэтому у нас очень много добровольных волонтёров, которые помогают больным, да, помогают, разносят еду врачам, работают волонтёрами в разных дневных и ночных обсервациях, да, стационарных. Поэтому, когда они помогают другим, люди чувствуют себя во время кризиса, да, во время пандемии, они чувствуют себя лучше. И дистанционные волонтёрские идеи. Если они не могут физически помогать, да, больным или врачам или тем, кто нуждается в помощи, они могут это сделать дистанционно. Дистанционные волонтёрские идеи включают в себя начало рассказа и отправку его пожилому соседу, потому что пожилые люди тоже, они нуждаются в общении, чтобы закончить и создание плакатов о мерах безопасности во время пандемии для информирования населения. Они могут также читать младшим детям через видеочат и изготавливать поздравительные открытки для детей в детских домах. Этот сайт, да, dosomething.org, это отличное место, платформа, чтобы найти структурированные возможности онлайн-волонтёрства для молодёжи. Можете рекомендовать своим студентам зайти на сайт dosomething.org и найти идеи для онлайн-волонтёрства, для онлайн-дистанционного волонтёрства. Следующая стратегия — это обучать стратегиям эмоциональной и поведенческой регуляции, то есть поведенческой контроли. Первое — это учите медиаграмотности, помогите студентам развить навыки оценки информации. Подростки могут выполнить задания о развлечении поддельных новостей, фейковых новостей, из фактов о пандемии, конкретно или в более широком смысле. Младшие школьники могут слушать подкасты на эту тему. Второе — научите переключению каналов, учите учеников, студентов, что их мозг удобен дистанционному управлению, который они могут использовать для переключения канала, чтобы помочь им успокоиться, когда они чувствуют беспокойство. Когнитивные отвлечения или мыслительные перерывы несовместимы с негативным мышлением и могут разорвать цикл тревоги. Предложите послушать аудиокнигу или книгу «Найди картинку» для младших детей или безумные либретто, мелочи или повторение алфавита «Задом вперёд» для старших учеников. Следующее — это укрепляйте навыки самостоятельной работы. Мы всегда просим наших заканчиваемых студентов работать совершенно по-новому в то время, когда их могут захлестнуть негативные мысли или беспокойство. Самостоятельная работа, организация материалов, инициация и настойчивость — это сложные задачи для тревожных студентов и в типичных обстоятельствах. Они могут фактически зависеть от учителей, которые будут поддерживать их выполнение работы. Полезно явно обучать этим навыкам предложения о том, как внедрить конкретные методы обучения и стратегии для инициации, настойчивости и поведения, направленного на поиск помощи, включены в статью Джессики Миннеган о лидерстве в образовании, помощь тревогам пациентам двигаться. Поэтому можете использовать эти инструменты, как помочь тревожным студентам или ученикам двигаться вперед. Можете выключить микрофоны, пожалуйста. Следующее — поощряйте заземление и внимательность. Практика осознанности может защитить студентов от того, чтобы их охватила тревога. Поэтому, когда это возможно, включайте занятия на свежем воздухе в уроки естественных наук и математики. Напоминайте студентам, что пока они работают над заданием, на открытом воздухе — отличное место для практики, деятельности, осознанности. То есть на сайте Mindful можете найти некоторые бесплатные ресурсы на эту тему. Сосредоточьте на благодарности. Благодарность уменьшает беспокойство и повышает самочувствие. Попросите студентов ввести журнал благодарности или предложите им написать пять вещей, за которые они благодарны в качестве задания. Следующее — развивайте эмоциональную... Извините, я потеряла... Сейчас. Сейчас я немножко увеличила экран, поэтому... А, вот мы были здесь, да? А, вот мы видим... Вот мы видим, что... И достаточно, конечно. Вот мы видим, что в принципе... Обучать стратегиям эмоциональной и поведенческой регуляции. Даже когда мы физически не находимся рядом со студентами, учителя могут дать нам столь необходимые инструкции по стратегиям эмоциональной регуляции. Учащиеся с тревогой и те, кто переживает травму психическую, нуждаются в специальных инструкциях по управлению тревожными чувствами. Их чувства слишком велики, чтобы они могли управлять ими без такого руководства. И у ученика может не быть поддерживающего опекуна. Поделитесь стратегиями. Вы можете записать видео поздравления или письме. Упоминайте стратегии, которые вы использовали в тот день. Создайте общую папку в Google Classroom Share, чтобы учащиеся могли делиться своими собственными стратегиями эмоциональной регуляции, как они контролировали ситуацию. Например, обмен опытом снижает стигматизацию и нормализует потребность в стратегии поддержки. И давайте напоминание. В конце каждого дистанционного урока напомните студентам о стратегии, которую они могут использовать, если чувствуют себя подавленными. Скажите им, что не можете дождаться завтрашнего соединения онлайн. То есть они ждали следующего Zoom или Skype митинга. Продолжите параметры вокруг просмотра, чтения новостей, такие как не более 20 минут в день или только просмотр вечерних новостей с семьей. Вы не должны позволять, чтобы студент один, если это младшего возраста, один оставался в интернете и читал новости о пандемии. Чтобы оградить младших школьников от страшной информации, ставьте опекунам ссылки или родственникам ссылки о том, как настроить родительский контроль на устройствах. Поощряйте старших учеников избегать запуска апокалиптических онлайн-игр, таких как пандемия. А если вы знаете, там у нас... Что случилось? Именно очень любит звук, да, выключила. Если они играют в видеоигры, не позволяйте им играть такие игры, как апокалиптические такие игры о пандемии, эпидемии. Называется пандемия, тоже онлайн-игра появилась недавно. И всегда кролируйте, что играет ваша пандемия, чтобы они не играли такие негативные игры, которые влияют на их психику потом. И чувство тревожности еще усиливает после этой игры. Следующее — это учите медиаграмотности, я уже рассказала, и научите переключение каналов, да, укрепляйте навыки самостоятельной работы. Также поощряйте заземеление и внимательность у студентов, сосредоточьтесь на благодарности и развивайте эмоциональную идентификацию. Предоставление молодым студентам действий, которые помогут им идентифицировать эмоции, которые они могут испытывать, делает внутренний опыт менее пугающим и более нормализованным. Всякий раз, когда это возможно, читайте вслух, онлайн-игры и видео включают в себя эмоциональную идентификацию и стратегии эмоционального контроля. Дайте всем студентам-ученикам продуктивные идеи о том, как выразить свои чувства, такие как рисование или разговор с близким другом. Потому что рисование и разговор с близким другом тоже очень помогают студентам с тревожными чувствами. Потому что общение — это очень важная вещь во время пандемии. Они могут общаться дома с родственниками или они могут общаться с соседями, но общение с учителем — это очень важная составляющая. Сейчас у меня презентация что-то не получается. Последний слайд у меня был. Сейчас я еще раз остановлю демонстрацию. Да, последний слайд. Слайд. Я почти закончила регистрацию, ой, презентацию. Вести дневник, ограничьте доступ к негативным новостям, развивайте эмоциональную идентификацию. Да, все. Сейчас я остановлю презентацию. И последняя рекомендация для учителей, для учителей школы, для учителей университетов. Во время этого кризиса учителя должны играть решающую роль в борьбе с травмой и с тревогой. В то время как академическая успеваемость и учеба важны, наша самая важная задача — это поддерживать психическое здоровье студентов. Поддерживая связи, обучая ключевым стратегиям совладания, слушая и реагируя на поведение студентов, помогая им чувствовать себя под контролем, мы можем помочь им пережить это сложное время, чувствуя себя устойчивыми и поддержанными. Когда кризис закончится, студенты и ученики не будут помнить, чему вы их учили. Они будут помнить, что вы заставили их чувствовать себя в безопасности и заботе. Поэтому учеба, академическая успеваемость важна, но под кризисом они будут помнить, что вы учили им новым навыкам, способностям или новому знанию, а они будут помнить то, что вы им помогли пережить этот кризисный период и что вы заставили их чувствовать себя в безопасности и в заботе. Поэтому всегда берите время и энергию и используйте все эти стратегии, чтобы поддерживать связь и уменьшать стресс, тревогу и чувство безопасности у студентов, чтобы они могли пережить этот кризис вместе с нами и вместе с семьей. Это очень важно. Сейчас не только дети, подростки и студенты, но и учителя сами, преподаватели сами, руководители учебных заведений сами чувствуют тревогу, чувствуют как бы небезопасно себя. И у них тоже сейчас депрессия и стресс у взрослых, стресс, что они могут потерять близких, стресс, что они могут сами заболеть и завтра умереть. Поэтому, пожалуйста, всегда поддерживайте связь, контролируйте чувства ваших студентов. Сейчас трехмесячный, этот июнь, июль, август, летние каникулы, и, может быть, вы не поддерживаете связь со студентами, но я вам предлагаю, рекомендую поддерживать связь с вашими студентами и с учениками, и с их родителями. Тем более у них очень сейчас безопределенность, они не знают, что завтра случится, что осенью им придется онлайн обучаться, поэтому у них чувство тревоги еще выше. И вы, как преподаватель, можете играть огромную роль в снижении этой тревожности, потому что такая тревога и такое чувство паники, да, это все приводит в последующем к разным последствиям. Это может послужить причиной долгосрочной депрессии и психологической потом. Поэтому всем желаю удачи. И сейчас, если есть вопросы, можете задавать или написать в чате. Спасибо. 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 Спасибо.